Я уже здесь и я уже не остаюсь. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Сергей Владимирович. Фамилия моя Гудков. По первому образованию я доктор, страшный доктор, врач-психиатр, психотерапевт. Страшнее бывает только патанатомы. По второму образованию я психолог, семейный консультант. И сегодня, как вы знаете, у нас будет занятие, посвященное чему? Тренинг психологического антистресса. Да, сегодня у нас антистрессовый семинар-тренинг, который будет состоять из следующих разделов. Первое. У нас будет теория, ну, минимальная теория, необходимая для того, чтобы лучше понимать, представлять себе, что это такое, откуда он берется и, соответственно, что с этим делать. Второе. У нас будут разные упражнения. И я предлагаю вам сейчас настроиться на то, чтобы их делать, попробовать что-то. Те упражнения я специально подбирал для вас, которые помогают снимать уровень напряженности, как эмоциональной, так и физической, которые, я надеюсь, вы хотя бы части здесь отработаете немножко, возьмете с собой, будете ими пользоваться по необходимости там и дальше, дома, где-то на работе. И третья часть, я оставлю на это время, ответы на вопросы. Структура тренинга и семинара есть, содержание есть, и, тем не менее, я могу немножко что-то менять, поэтому давайте так, вот сейчас, сходу, да? Есть ли какие-то пожелания, что, скажем, надо осветить именно этот момент или этот момент, чтобы я это учел? Наверное, в чем сделать, в целом? Сейчас. Все. Интересно все. Мы там не разбираемся. Не каждый раз все. Конфликтная ситуация на работе, может быть. Конфликтная ситуация, да. Как скрывать? Вот. Как-то будем всем подавляться. Как, да, нет, как-то уйти. Как уйти от конфликта. Да, конфликты в ситуациях, как бывает. Семинар. Да, да. В момент, как уйти с руководителем, например. Ах, буду рассказать, да. Все. Да? Конечно. Так, это запрос уже на другой семинар тренинга. Как умело манипулировать кем-то, так, чтобы человек не заметил и был этим доволен. Нет. Ну, если у нас останется время, если останется, да, то немножко мы затронем. Ну, насколько получится. Потому что основная задача сегодняшнего занятия, сегодняшней нашей встречи, научиться хотя бы немножко справляться с личным стрессом. Независимо от того, по каким причинам он возник. Я не знаю, что вы сами с этим можете делать. Да. И давайте мы сразу договоримся о правилах. Как мы будем работать. Все люди взрослые, никто никого так вот прям за руку не держит. Если вам надо выйти, пожалуйста, можете выходить. Если надо звонить, пожалуйста, там, за дверью. Но здесь мы будем говорить по очереди. Я прошу, чтобы телефоны на время нашей работы вы выключали. Согласны? Согласны. Как вы видите, меня снимают и снимать будут только меня. Эта запись нужна мне. Вот. Ну, соответственно, про вас никто ничего там рассказывать не будет. Все, что я вижу, все, что я услышу от вас, так в этом зале и останется. Ну, естественно, я не буду там вытягивать какие-то страшные тайны. Как мне вчера одна моя клиентка спрашивала, а психологический стриптиз нужен? Ну, нет, конечно. Это не нужно. Степень откровенности вы выбираете сами. Понятно, да? Понятно. Ну, что, поехали тогда, да? Поехали. Итак, стресс, да? Кстати, что вы знаете о стрессе? Ну, с ним все сталкиваются, с разными его проявлениями. Ну, вот на данный момент, что вы знаете о стрессе? Я хочу, чтобы представить, какой уровень понимания есть. Ну, что человек меняет себя характерно, его настроит. Стремляется как-то более эмоционально. Отношение таким пассивным, наношение может включать шок. Ну, один из вариантов, да? Один из... Первый из вариантов. Тех вариантов, как проявляется стресс, да? Долгий стресс, хронический стресс, это усталость. И физическая, и ментальная усталость, да? Эмоциональная усталость, да? Так. Как появляется желание от этого избавиться. Любым способом иногда, если достанет. Так. Что еще? Ну, болеют люди от стресса. Даже вот самая страшная болезнь-то и от стресса, тут говорят же. Самая страшная? Ну, да. В наше время. Но. В наше время. Это нервное переживание. Нервное переживание, количество стрессов, болезней приводит. Есть болезни. Не то, что стресс прямо вызывает, но то, что он способствует их развитию, да? Да. Хронический стресс, который переходит в стадию компенсации, способствует прогрессу разных заболеваний. Есть целая категория, они так называются, психосоматические заболевания, да? Стресс там весьма сильно не влияет. Так? Хорошо. Про это знаете. Ну, вот этот стресс приводит, по-моему, к суициду. Тоже. В обычную. А здесь, да? Здесь сложный вопрос. Ну, как какой-то дополнительный момент, да. Такого, что вот прям стресс, какой бы сильный он ни был, непосредственно заставил человека умереть, нет. Там еще нужны убеждения, нужно давление семьи, какие-то особые установки. Ну, как осложняющий момент, да, согласен. Смотрите, сколько людей испытывает стресс, но не все же из них заканчивают жизнь самоубийством, правильно? Как дополнительный фактор, да, согласен. Что еще знаете про стресс? Ну, дорогие люди испытывают стресс большой, чем например, или нет, там, шумовой, например, стресс, да? Так, 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 согласен. Конфликт, конфликт. Конфликт. Стресс, да, делится в автобусах, в семье, на работе. Что такое стресс? Конфликт. Значит, стресс это нервное перенапряжение. Нервное перенапряжение, да. Конечно. Отсюда все идет. Когда нервная система встает, да? Хорошо. И пока мы ждем пишущие принадлежности, давайте так, сделаем пока несколько упражнений. Сразу практически. Вот сейчас я попрошу отключить звук телефонов, вибрацию, чтобы вас ничего не отвлекало. Давайте сразу будем включаться в работу. Я попрошу вас сесть ровно и прямо, вот так, чтобы область ступни стояла на полу. Настолько удобно, насколько получается. Сейчас немножко прислушайтесь к себе и подумайте. Первое. Как вы себя сейчас чувствуете? Спокойно. Вот это про себя чувствую. Второе. Есть ли у вас стресс? Ну или его остатки? Вот так, как вы его сами понимаете. Про это не надо говорить вслух. Все то, о чем я говорю, это буквально для внутреннего ответа. Просто сами себя спрашивайте, определяйте. Ну, если есть, то какой он, как вы об этом узнаете? Если нет, то хорошо. И тоже, как вы об этом узнаете, что у вас нет стресса? Вот так немножко просканировали себя. И возвращаем внимание обратно. Если что-то обнаружили, записывайте. Я сейчас не спрашиваю слуху, есть ли у кого-то конкретно стресс или нет. Что-то открыли, запишите. Допустим, кто-то нашел напряжение или дискомфорт, боль. Либо наоборот, все хорошо, спокойно, там расслаблено, тело живое, как оно чувствуется. Если непонятно, то для себя напишите, что непонятно. отметьте. Я вижу, что отметили почти все буквально одно-два слова, так, чтобы конспективно. Готовы? Готовы. Готовы. Хорошо. Давайте сделаем следующее упражнение. Пока без обратной связи. Потому что после теории, я все-таки жду, что мы принесут это, после теории, мы это немножко более подробно разберем. Опять попрошу сесть ровно прямо. И, да, подумайте, вспомните тот момент, когда вы точно переживали какое-то напряжение. Как вы говорили, нервное напряжение. Выберите очень слабенький момент. Не надо там вспоминать самое страшное горе в своей жизни. Ну, какой-то небольшой неприятности, что-то такое. Чуть-чуть вспомните, полностью не надо погружаться. На 5 или на 10 процентов. О чем вы тогда думали? Как вы отбежали мысли? Как вы себя чувствовали? Эмоционально и физически. Вспомнили? Вспомнили, да? Запишите. Своим господином. Своим господином. Выключайте телефон, занимайте посадочное место. Своим господином. Спасибо. Спасибо. Что? Своим господином. Поменьше? Сделайте. Своим господином. Просят? Совсем выключать. Совсем выключать не надо. Попробуйте. Давайте сделаем так. А можно окна же открыть? Да и не надо. Глаза. Нормально? Хорошо, разрядились. Продолжаем. Еще раз давайте сядем ровно прямо. Я предложу даже так немножко покрутиться, поднять, плечи впустить, сбросить в себя все, забыть все неприятности. Отдохнуть, выдохнуть. И сейчас подумайте и вспомните какой-то очень хороший момент. Приятный. Когда вы себя классно чувствовали. Это может быть очень спокойный момент или достаточно активный момент. Но сколько получится, вспоминайте, погружайтесь в это. И отметьте опять, о чем вы думали. Если думали, как себя чувствовали. Записали? Чуть позже мы вернемся к вашим записям. Сейчас обещана теория для того, чтобы мы могли двигаться дальше. Итак, что такое стресс? Стресс или общий адаптационный синдром, по описанию Ганса Селье, известного канадского физиолога, это генетически заданная реакция. И природа предусмотрела стрессовую реакцию как жизненно важную необходимость. Можно сказать, что у нас есть такая биологическая программа реагировать так в случае угрозы. И много-много лет, если верить ученым, верить в то, что была эволюция, много-много лет, по мере того, как формировалось человеческое тело, оно готовилось, оно привыкало. И на генетическом уровне там прописывались все более и более совершенные механизмы, как бороться с опасностью, если она достигает. И большинство опасностей до недавнего времени были прямыми физическими опасностями или угрозами. Какие? Болезни, например. Всякие микробы, вирусы, паразитарные инфекции. И прямые физические угрозы в случае воинок, нападений животных, нападений своих собратьев, каких-то природных катаклизмов. И так как до недавнего времени для большинства людей физическая угроза была серьезной, весомой опасностью, то наше тело просто привыкло, приспособилось, приготовилось к тому, чтобы очень хорошо, очень активно реагировать на эту угрозу. И если возникает такая угроза, что должен был делать человек? Стресса вызывает, ну или готовит тело к двум возможным реакциям. Биологический смысл стресса такой. То есть в случае, что человек должен был готов сражаться, либо убежать от опасности. Вот основная задача. Наше тело к этому готово. Благен уровень, это все прописано. То есть, что так, что так, это прямая физическая активность. Так это подразумевается. И эта активность готовится нервными и гуморальными механизмами. Если я говорю сложные слова, можете меня сразу спрашивать. Пока понятно, да? Ну, у каждого человека есть нервная система, есть эндокринная система. Нервная система, если очень грубо говорить, это наш быстродействующий компьютер. Эндокринная система, это система более медленной, но и более долгосрочной регуляции. А что там активно плюс что? Активность. А, активность? Да, активность, физическая активность. Стресс подразумевает, что должна быть какая-то физическая активность. Почему? Вот, условно, головной мозг, спиной мозг. Оценили опасность. И по нервным путям, по нервным, не знаю, или по каналам, сразу, да, головной мозг обработал информацию. По нервным отросткам, прежде всего, побежала информация к мышцам. Мышцы напряглись, готовы двигаться активно, да, чтобы сжать ноги или сражаться. Меняется дыхание, меняется сердцебиение. Почему? Потому что, если нужно активно двигаться, тело требует лучшего снабжения мышц кислородом, сердце должно работать чаще. Снижается болевой порог на это время, для активного действия это полезно. Меняется фокус внимания, значит, все остальное метается в сторону, главное дышать. И нервная система через свою особую гипоталамо-кофизарную систему. Спасибо. Одновременно делает так, что до эндокринных желез сигналы доходят, это они тоже выбрасывают в кровь гормоны. Это те вещества, которые регулируют деятельность тела на более долгосрочном уровне. Меняется уровень сахара. Если у вас есть какой-то вопрос, то задайте. Меняется уровень сахара в крови, меняется сердце желудочного сока, меняется деятельность, скорость деятельности желудочно-кишечного тракта. Тут понятно, тут нет переваривания пищи. Вся основная энергия, вся концентрация идет в мышце основном. Тело готово. И в идеале, если есть угроза, произошла физическая активность, и во время этой активности те вещества, с помощью которых нервная система, эндокринная система регулирует деятельность всего тела, они переработались, они включились в действие, можно сказать, они зажглись или использовались. И все эти вещества, гормоны израсходовались, сахар, который был выброшен в кровь, в действие израсходовался, дыхание потом успокоилось, все, слез закончился. Так мы досмотрела природа. А что происходит сейчас? Мы видим, что все последуется через нервную систему. Есть события, вот мы спрашиваем, что такое стресс. Про конфликты говорили, приводили, да? То есть те события, которые не несут прямой физической угрозы. Возможно, почти никакой угрозы не несут, но события, которым мы придаем большое значение. Вот они лично для нас важны. Вам кажется, что это очень важно. Точно так же нервная система запускает вот этот механизм, который уже зашил. То есть получается, вот эта реакция, она очень большая. Она не соответствует той ситуации, которая возникает. Тем не менее, дело точно так же. Готовится. Случалось кому-то из вас ругаться? Бывает так, что доведут вот прям... Ох, сейчас бы зарядила или зарядила, да? Уже кулаки сжимаются тут. Но нельзя, да? Тело готовится, оно уже на взводе, но приходится себя сдерживать. То есть стресс в физическом действии не реализовался. И тогда стресс, да, начинает, если говорить просто психологическим языком, он застревает в теле, он начинает накапливаться. И один из механизмов телесного продолжения поддерживания стресса это то напряжение, которое в мышцах возникло, но действие не было выражено. Вот оно где-то там. Есть, есть, есть. И если периодически такие ситуации возникают, человек готов, но действия нет, ему приходится постоянно себя сдерживать, 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 то возникают даже какие-то хронические очаги мышечного напряжения. И есть психосоматическая теория, которая очень интересно показывает, рассказывает, что, допустим, когда хроническое напряжение в той или иной области, это связано с тем или иным переживанием, с той или иной эмоцией. И это же характерно мышечной эмоцией в зависимости от того, какие переживания больше всего у человека. Ну, вот такой механизм. Понятно, да? Что с одной стороны мы готовы к действию, с другой стороны это действие приходится сдерживать. Вот из-за этого возникают разные проблемы. И прежде всего, какие последствия бывают у стресса. Так, для удобства мы разберем три уровня. Когнитивный уровень, ну или познавательный. Ну, что здесь происходит? Вы все про это знаете. Случалось переживать из-за чего-то, да? Случалось, да? Добрые друзья говорят, да что ты, ты брось, не думай про это, отвлекись. Бывают такие советы? Получается? Нет, я не знаю. Происходит концентрация внимания на чем-то одном. И, как правило, это внимание на той проблеме, на которой переживается. Вот она начинает там прожевываться, прожевываться, прожевываться. Все остальное пролетает мимо. По отношению ко всему остальному, внимание становится рассеянным. Что-то говорят, не запоминаешь. Вот это особенности внимания. И памяти. Что происходит с эмоциями? Ну, опять же, кому-то из вас знакомо. А? Сослабиваю. Сослабиваю. Эмоция, но у вас ослабивает, так, это слишком долго длится, когда эмоциональная усталость, я же ничего не чувствую, ничего не могу переживать, да? А до этого настроение, наверное, очень радостное, да, все хорошо. Понятно, что эмоциональный фон снижается. Что в это время происходит с реактивностью? Когда мама приходит с работы раздраженной, что лучше? Ко мне не подходят. Да, ко мне не подходят, да. Просто жительность. Вот бедные домочадцы там только слышат, как мама открывает дверь, прячется по уголкам комнаты, знает, что нужно время, иначе под горячую руку попадешь, мало не покажется, и если это длится слишком долго, тогда это приходит в такое депрессивное состояние, когда происходит истощение, сильно позитивные переживания уже меньше, и, кстати, нейромедиаторов тоже меньше. И, конечно, увлекается тело, оно увлекается, реагирует практически сразу же, но сейчас мы говорим о нем в третьей очереди, хотя оно, я бы сказал, что оно на первом месте. Что происходит с мышцами? Напряжение. Теперь давайте подумаем, есть ли напряжение, да есть ли оно постоянно, в этом месте, когда мышцы напряжены, насколько хорош кровоток? Ну, поминал. Плохо, да? И очень часто при хроническом спрессе бывают какие-то непонятные боли, дискомфорты, да, что болит? Человек в поликлинику ходит, 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 ничего не находим. Там просто спазм. Спазм, нервное окончание это воспринимает, кровоснабжение плохое, вот и болей в этом месте. Ну, или рядом. Какие-то хронические боли. Они иногда бывают в том месте, где мышечное напряжение, иногда бывают в другом. Я говорю, у меня аппетит лучше. А? Ну, конечно, мы до этого доберемся. Ну, доберемся. Это гиперфагическая реакция на стресс, если говорить научным языком. А по бытовому, да? Зажор стресса. Хронические боли, усталость. Ну, представляете себе, да, что возникает напряжение, готовность к действию, себя опять надо сдерживать, сколько энергии на это тратится. А что-то другое даже физически не хватает. Меняется аппетит. Кто-то вообще не может кусочка съесть. Да, кто-то обрадует. Это уже более поздний эволюционный механизм. Ну, обычно в момент острого стресса аппетит у всех пропадает, если это острый интенсивный стресс. Почему? Потому что прием, переваривание пищи, вот в такой момент, когда природа приготовила реакцию сражения или реакцию убежать, тут не до пищи, не до еды, не до любви, не до учебы. Вот самое главное сейчас вообще спастись. Но зато потом, да, есть отложенная реакция на стресс, бывает, бывает. Наконец-то это позади. Особенно после сессии, да? Попринял. Попринял, сессии тоже. Либо, либо, тут есть еще такой механизм, который связан с эмоцией. Если постоянно, эмоциональный фон снижен, у нас же есть потребность свой эмоциональный фон повышать. И в нашей культуре, которая прям завязана на еду, ну и на выпивку, особенно в мужском обществе, это так. Еда, это такой общественно допустимый, приемлемый способ, культурно заложенный, поднимать настроение, как-то поощрять себя, радовать себя, вознаграждать себя. в тех случаях, когда повышенный аппетит, это не всегда генетическая реакция. Это чаще всего культурно обусловленная реакция. Вас так научили с детства. Ну, это то, что работает. Вот криво-косо с последствиями, но работает, да. Ну, естественно, что еще меняется? Сон. Сон не идет, там все лежу, переживаю, переживаю, переживаю. Уже 6 утра пора вставать на него прийти. Вот очень коротко, конфективно, основные положения. Понятно, что происходит, какие последствия, почему это так. Я не буду разбирать сейчас детали, там каждый гормон, геробидиатр. Общие принципы понятны, я надеюсь, да. А вот теперь, исходя из этого, исходя из этого, мы можем сразу намечать мероприятие пути спасения. Что с этим делать? Есть несколько способов, которые позволяют заправляться со стрессом. Ну, начнем по порядку. Первый способ, это прямое отреагирование. прямое отреагирование, что это значит? Это значит, что там и действует и те. Ну, и есть ситуация, про которые иногда в газетах пишут, как бабушка вытащила сундук из горящего дома, мама прыгнула с ребенком через двухметровый забор, ну, вот какие-то такие вещи. Иногда это возможно, но не всегда. Иногда нам помогает, чтобы косвенное отреагирование. Про это мы только что говорили, но некоторые родители или начальники этим пользуются. Получили напряжение здесь? О, ура, у меня целый отдел есть. Ну, как на совещании, да, на сбор полетов. Хорошо, да? То есть напряжение из того места, которое нам возникло, отрееносится от другое. Ну, кому-то помогает. Итак, пошли эмоции гулять. Большого начальника, начальнику поменьше, подчиненному. Те пришли домой, передали домашним. В конце концов, хорошо, если есть кошка, да? Осталось кошки. Следующий способ. Он и простой, и сложный. Может быть, мы сегодня успеем немножко затронуть это, изменить восприятие. Особенно касается тех ситуаций, которые прямо физически не угрожают, но которые возникают чрезмерно ярко с точки зрения природы. Легко сказать, да? Ты попробуй сделай, поменяй восприятие. Ну, про это чуть-чуть больше. И вы знаете, что есть люди, которые спокойно переживают очень большие события, большие неприятности. Ну, так, как говорят, офигистически относятся к этому. Есть люди, которые за любой мелочью будут волноваться, переживать, накручивать себя, спать не будут, пока все не доделано. Есть. Следующий важный момент. Можно создавать какую-то готовность к спрессам. и вот здесь хорошо работает что? Как ни странно, закаливанный. Очень простой, очень эффективный механизм. Почему? Потому что какой-то коротковременный стресс физический, он готовит температурный стресс, например, если вы обливаетесь прохладной водой, он дает такую небольшую стряску, мгновенную. И тело тогда учится быстрее выходить в обычное состояние. Да, я подчеркиваю, кратковременный стресс, да? Если вы будете полчаса и мерзнуть в холодной воде, вы расстанете заболение, да? Двухсекундный контакт, допустим, с прохладной водой, вызывает вот эту стряску, выброс нейромадиаторов, выброс гормонов, но потом дальше вот этого воздействия нет, и тело учится то, что выброшено, быстро убрать условие, быстро прийти в нормальное состояние. Таким образом, оно учится быстрее справляться с последствиями средств любой другой природы. Вот это хорошо работает. Из таких способностей что еще хорошо работает? Это физическая активность. И она достаточно близко примыкает к косвенному отреагированию. Знаете, что? Японцам на заводах есть специальные комнаты, чучело начальника, сотрудник, ходя вечером домой, да, выбирает это чучело, и это считается совершенно нормально. Все косвенно отреагирует на то, что накопилось, но физическая активность. Именно физическая. И любая физическая активность, вот здесь я подчеркну, умеренная физическая активность, она сделает вас более активным к СПСу, но не надо себя перегружать. Перегрузка будет очередной СПС, очередное истощение. Как только вы немножко двигаетесь, вы чувствуете себя намного лучше. Да, хотя бы все. Все про это знают. перегрузка Согреться скорее. Вместе догонять входящий транспорт. Или что-то еще. Потолкаться в наших автобусах. Уже нечисто начнется. Но сейчас спит утром и нервов. Да, про это вы уже говорили. Это перегрузка нервной системы. Когда слишком много информации идет, это заставляет ее быть в более возбужденном состоянии. И может вызвать такую реакцию готовности. Опасности нет, мы это умом понимаем, но для тела, которое к этому готовилось, может быть, сотни тысяч лет, а то и миллионы. Это может быть призраком опасности, возможно. Для всего населения нас вы. к счастью, мы живем здесь, сказал Сергей Владимирович. Физическая активность. А вот дальше мы разберем несколько способов, которые и будем делать разные упражнения здесь, которые связаны с очень интересным механизмом. Смотрите, вот этот вот каскад реакции, стимул напряжения, оказывается действует не только в одну сторону, есть и обратная связь. Как только мы каким-то путем снимаем напряжение, будь то через физическую активность, будь то какие-то процедуры с телом, например, хороший массаж, мозг и бани, если баня намного легче себя чувствуешь критически-эмоционально. Почему? Потому что происходит расслабление мышц. После массажа то же самое. Как только мы снижаем уровень напряжения здесь, уровень переживаемого стресса тоже уменьшается. Это влияет и на тело, и на настроение, и, соответственно, на мысли. Здесь прямая обратная связь между стрессом и напряжением это вот то, что актуально для нас, то, на что мы можем влиять. И мы будем делать упражнение уже очень скоро, которое позволяет эту цепочку запустить. Разные способы получатся. Что еще здесь работает, кроме того, изменение восприятия акад. Есть несколько механизмов, ну, любимый механизм. Я этому учился, я про это должен Петю рассказывать. Это, конечно же, психотерапия. Несколько хороших психотерапевтических приемов мы разбираем в крайней мере один. Точно, если успеем, то два. Очень простой, доступный, хороший механизм. Самый психотерапевтический. Что еще меняет восприятие? Духовные практики. Я никого за религию не агитирую, никуда не прошу бегать, но люди, которые придерживаются духовных практик, верующие люди, люди, которые медитируют, многие занимаются совершенно как угодно. Духовные упражнения Ну, и одна из моих любимых тем тоже гипноз, самогипноз. Хорошая штука, которая влияет на уровень напряжения, которое мы переживаем. Кроме того, нос тоже меняет восприятие. Нос самогипноз. И следующее наше упражнение, которое мы очень скоро будем делать, будет задействовать вот этот механизм, снимаем напряжение, снимаем уровень стресса, ну и вот этот механизм. Вот это теория и вытекающая лиза, это теория практика. Понятно ли на данный момент? Понятно. Хорошо. Должен ли нам перерыв? Нет? Нет. На голосование осталось. А можно в союзах только голосование? Я понял. 5 минут. Технический перерыв. Давайте сделаем 5 минут и после перерыва сфера осталась.